здравствуйте дорогие друзья предыдущем видео я показывала вам как быстро набрать нить на нить бисер для вязания вот такого жгута а сегодня я вам хочу показать и рассказать как сделать самостоятельно спиннер для набора бисера кто не знает что такое спиннер я объясню спиннер это устройство для быстрого набора бисера они продаются в магазинах но стоит достаточно дорого поэтому я изготовила такое устройство в домашних условиях конечно мне помогал в этом мой муж но я думаю вам тоже ваши мужчины не откажут поэтому я хотела показать как это сделать для своей работы я использовала вот такую упаковку для дисков то есть такая коробочка для дисков если в вашем хозяйстве и вы не сможете ее отыскать попросите у знакомых компьютерщиков я думаю что они выбрасывают эти коробочки с вами они поделятся далее вот она так открывается эта коробочка и у нее здесь крышечка и вот эта крышечка она была полностью целиковая вот здесь вот на расстоянии где-то один сантиметр нужно вырезать пластик чтобы было вот отверстие такое но не в самый край иначе ваш бисер при наборе будет вылетать вот когда вы это сделаете вы снова закрываете коробочку насыпаете в нее бисер чем больше бисера вы насыпаете тем лучше для набора спиннере удобно набирать бисер когда в нем много бисер когда же в нем мало бисера то тогда лучше бисер высыпать и набрать остаток бисера вручную вот мы с вами все приготовили далее нам нужно чтобы наш спиннер быстро крутился для этого я использую обычный заточенный карандаш вот здесь находится стержень внутри него отверстие и вот в это отверстие я вставляю карандаш для работы со спиннером очень удобно использовать вот такую иглу для набора бисера она изогнутая продается в рукодельных магазинах это бисерная игла для набора конкретно в спиннере она вот так вот раздвигается то есть она двойная в эту щель вы вставляете иголки ниточку и далее набираете набирать вы будете вот таким образом то есть левой рукой крутите по часовой стрелке и иголочку нужно вставить вот таким образом то есть чтобы петелька смотрела вот так вот таким образом если же у вас нет такой иголочки то можно также воспользоваться длинной иголочкой для бисероплетения с переходной петлей как мы делали в прошлый раз сейчас я вам покажу то есть берете не такую иглу если у вас нет обычную длинную иглу с переходной петлей как ее сделать я показывала на прошлом занятии берем нашу хлопковую нить вставляем в петлю и начинаем набор только в этом случае иголочку вы будете держать вот так острием вперед крутите также по часовой стрелочки а иголочку вот так вот в краешек и верхний слой бисера старайтесь направлять опускаем иголку верхний слой бисера немножечко в край и левой рукой начинаем крутить наш спиннер бисер начинает набегать на иголочку сейчас я вам еще разочек покажу продвигаем бисер дальше и продолжаем наш набор посмотрите пожалуйста сколько бисеринок у вас набежала сразу на иголочку за короткий промежуток времени поэтому этим способом вам будет гораздо быстрее и легче набрать бисер чем быстрее вы крутите тем больше бисерин у вас набирает на вашу иголочку вот таким образом вы набираете как связать такой жгут смотрите в моем видео я желаю вам творческих успехов новых рукодельных работ подписывайтесь на мой канал и всегда будете в курсе моих новых мастер-классов пока 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 пока